Привет, друзья! Это для юмора. У меня там в ProZero.ru есть болгарские рассказы, перечни разных моих, новелл там, все прочее. А это болгарские рассказы. У меня друг Васил, значит, ну такой интересный был мужик. Короче говоря, а его жена Савка, Савка Байчева, значит, и сын Баян, ну прекрасный такой. Я говорю, Васил, ты так ругаешь Баяна, нет, 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 Баяну, говорю, ты так ругаешься с папой, ну ты не боишься, что папа обидится или еще что-то такое. Он говорит, да куда он денется? Ну слушайте, короче говоря, мы с Савкой дружим. Так дружили, что мы ходили с ней, там в Софии проводили разные занятия по саморегуляции, там в газетах писали, в Думе, там в Болгарской, там в других газетах проводили всякие занятия. Потом через некоторое время я, значит, ей говорю, слушай, а я, ну через несколько лет ехал в поезде, говорю, и был такой голодный, такой голодный. А это ночь, говорю, и ресторан, вагон закрыт. Вот, это было очень много лет назад, и я говорю, знаешь, Савка, это я психология женщин. Я говорю, сижу три часа ночи в купе один, такой голодный, так есть хочу. Я подумал, я же владею навыками саморегуляции, ключом. Как же так, я голодный, но просто изнываю от голода, думаю, представлю себе, что я поел. Поел, ну и представляю себе, что я ем. Вообразил себе, что я ем. Ну, я люблю очень армянский челагач, это вот такой кусок мяса жареный на рыбушке, да. И я представляю себе, что я с аппетитом ем этот челагач, челагач, это я все Савке рассказываю. Да, ну поел, потом думаю, теперь надо выпить, а я тогда выпивал, и думаю, сейчас там появится, там, выпить водочку, там, или еще что-то. А вместо этого раз, у меня бокал вина, причем такой, какой-то красивый граненый бокал, такое красивое, фиолетовое вино. Я не пил никогда вина, и вообще мне неприятно пить вино, но не принимает армян. А тут мне вдруг вино выскочило. Ну, я думаю, ну, странное дело. Или это шаблон какой-то у меня из подсознания выскочил, что мясо жареное надо с вином. Или это может быть у меня организм так правильно работает, что именно мне надо не вот купить, а вино пить. Может быть так, ну, не знаю. Ну, потом попробовал второй раз. Опять я съел чалагач, и опять выскочило это вино. Думаю, да что же это такое? Ну, третий раз. Третий раз думаю, что же мне поесть, что же мне поесть. Вот сижу, сижу, да, и грибочки выскочили. Грибочки выскочили, солененькие такие, да, и стопарик маленький. Я это все рассказываю Савке. Я говорю, Савка, вот я понять не могу. Вот как ты думаешь, вот почему у меня это вино выскочило? Я же говорю, не пью, да. Почему? А потом только стопарик выскочил. И вот психология женщины. Она мне говорит, не знаю почему у тебя что выскочило, но ты лучше вообще не пей. Ну, очень хорошо, правда? Но ты лучше вообще не пей. А я думал, она будет размышлять со мной, там, почему у меня это, почему-то там. Ну, не знаю, что у тебя и как, но ты лучше вообще не пей. Это было очень замечательно. Там много рассказов болгарских. Потому что Василий потом стал министром, а когда он был за министром, его там, ну, удалили с работы, и он очень переживал. Ну, он мне устроил там выступление на телевидении и прочее. Я там выступал в софийском телевидении. У меня где-то там видео есть, я потом ролики поставлю, там, как они занимались саморегуляцией. На болгарском рассказывали, как это происходит. У меня много друзей тогда было в Болгарии. Вот. Ну, ладно, ещё одну интересную штучку расскажу. Это вообще смешная. А Васил тоже пил со мной вместе. Я вечером, когда шёл, короче говоря, я покупал там в Софии, я там покупал пиво. Ну, бутылочек 10-12. И грузил в холодильник. И вечером я там сижу, пишу что-то себе, там, рассказики какие-то. И выпиваю это пиво. Ну, у меня Васил заходит и мне говорит, слушай, ну, ты мужчина вообще или кто? Ну, ты оставь хотя бы бутылки две в холодильнике. Оставь на завтра. Ну, что ты такой вот прямо безвольный? Ты же мужик всё-таки. Я ушёл. Ну, я допил это пиво. Я, как сейчас помню, сидел, писал вот эти вот всякие вещи там писал интересные. Десять дней в одном дилижане, там ещё какие-то рассказы писал интересные. Ну, пошёл спать. И вдруг ночью слышу шум какой-то на кухне. Шум какой-то на кухне. Я прихожу на кухню, а там Василка вылазит между столами. Я говорю, Васил, ты что делаешь? Он говорит, да ещё немножко выбить тут деда коньячок. Меня воспитывает. А самое оказывание похмелье пошло, и он не значит лазить. Ну, ещё один случай такой смешной был. Как-то он мне звонит в Москву и говорит. А он после того стал там министром уже иностранных дел. Потом он был всего Каспийского региона. Там какой-то большой директор. Ну, очень большой. Это очень большой. И он мне звонит и говорит, ты где болтаешься? Я тебе вчера Шеварнадзе рассказывал, а тебя нет. Я говорю, да вот, работаю я, сижу дома. Давай, заходи сейчас ко мне. Я говорю, Васил, куда заходить-то? Он говорит, ну, домой ко мне зайди, поговорим. Я тебя хочу с Шеварнадзе познакомить. Ну, это был министр иностранных дел СССР. Я говорю, как же я приду? Ну, как можешь прийти? Просто возьми и приди. Я говорю, ну, ты же где, в Софии? Он говорит, да. Я говорю, а я-то в Москве. Он говорит, вот тебя вечно не найдёшь, когда ты нужен. Ну, ладно. Очень смешные такие истории. Я его очень любил, очень любил. И Савку очень люблю, и Баяна очень люблю. Савка и Баян потом сделали книжное, знаете, издательство Homo Futurus. И там опубликовали мою первую книжку, потом вторую, потом третью, потом четвёртую на болгарском языке. А потом ещё много-много книг. Известное издательство Homo Futurus. Да, я им подарил это название. Да, горжусь, что у них такое издательство. Мои друзья. Да, мои друзья. Очень интересные. Я говорю Баяну, как я начал вначале, «Чё ты с папой так ругаешься?» Нет. Ну да. Чё ты с папой так ругаешься? А он говорит, а куда они денутся? Что значит семейная любовь? Да. Полная, абсолютная уверенность, что куда он денется? Вот так вот. Вот такие друзья у меня в Болгарии были. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok